В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по-выборгски». В студии Татьяна Анкудовича. Здравствуйте. Новости по-выборгской муниципальной телекомпания. Также присоединились депутаты областного законодательного собрания Павел Коржавых и Светлана Рыжова. О ходе работы рассказал Евгений Шестаков, глава Приморской администрации. Футбольное поле, современное покрытие искусственное, беговые дорожки прорезиновые, спортивные тренажеры, волейбольные и баскетбольные площадки. На данный момент на стадионе заменено покрытие искусственного футбольного поля. Устроена дренажная система, беговые дорожки, освещение, установлены уличные тренажеры. Глава муниципального образования Петр Ельцов не смог удержаться от соблазна испытать один из них. Дополнительно проводятся работы по организации площадки для пляжного волейбола и благоустройству территории. К проверке их качества Валерий Савинов подошел со всей строгостью. В ходе осмотра он высказал подрядчику несколько замечаний. «Нет перехода на границе. Не хватает элементов, которые могли бы более комфортно и безопасно прогрессировать». Окончание работ запланировано на декабрь. Как обещает подрядчик, все будет готово к 15 числу. Замечания главы районной администрации будут учтены. Недочеты исправят. Также в ходе рабочего визита в Приморск Валерий Савинов ознакомился с ходом строительства Дома культуры. Его окончание без преувеличения ждут многие жители городского поселения. «Общей площадью 6000 метров квадратных. Максимальная посещаемость 800 человек. Вместимость из них 350 – это зрительный зал, 350 посадочных мест и на 150 человек танцевальный зал». Проект впечатляет своими масштабами. Делегация осмотрела стройплощадку как снаружи, так и изнутри. Работа здесь кипит вовсю. Сегодня производятся работы по кладке стен. Снаружи они облицовываются кирпичом, монтируется кровля. До конца года появятся окна. Самая главная задача на этот год была не остановить строительство, дать возможность зайти в экспертное сопровождение, в государственную экспертизу подрядчику, для того, чтобы пересмотреть стоимость основных удержавшихся материалов и для того, чтобы в следующем году продолжить стройку. И мы уверены, что подрядчик с этим справляется. В следующем году планируем завершить строительство данного объекта. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Самоотверженных и сильных духом людей, выбравших путь служения обществу, чествуют в России 10 ноября. От профессионализма сотрудников органов внутренних дел во многом зависит спокойствие и порядок в стране. Это отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, обращаясь к правоохранителям. Глава региона поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником, подчеркивая, что, несмотря на сложности в работе, они достойно несут свою нелегкую службу. Да, сегодня нагрузка на вас растет. В Ленинградской области появляются новые города. И в этих новых городах мы строим новое отделение полиции, а вы приходите туда работать. Но я точно знаю, что мы всегда, ленинградцы, можем на вас положиться. Мы уверены, что вы всегда достойно будете обеспечивать правопорядок и безопасность на территории Ленинградской области. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Самое главное – здоровье. Отдельные слова благодарности за работу вот в эти последние годы пандемии. На вас легла двойная нагрузка, но вы с этой нагрузкой справляетесь. Я желаю вам мира, добра и, самое главное, веры в будущее нашей России, в будущее Ленинградской области. Глава региона выразил глубокую признательность всем ветеранам. Александр Дрозденко уверил, что правительство Ленинградской области продолжит оказывать необходимую поддержку подразделениям МВД на территории региона, обеспечивать достойные условия для работы полицейских. Силовики, стражи порядка, правоохранители. Сегодня у профессии полицейского много названий. Однако смысл один – обеспечение безопасности. Большинство из них профессиональный праздник встречает на рабочем посту, в том числе и сотрудники ГИБДД. Младший лейтенант Юрий Лебедев служить в полиции мечтал с детства. Он признается, немалую роль в этом сыграли советские кинофильмы. Нравились фильмы про милицию, про советскую. Ну вот, это выбор и был. Раньше в советских фильмах сотрудников милиции показывали, как порядочных людей, ответственных, мужественных, ну и храбрых. Эти черты привлекали. В семье Юрий первый, кто пошел служить в органы внутренних дел. В свое время родители безоговорочно поддержали его решение. Всегда поддерживали успехи по службе. Всегда поздравляют и с праздниками, и с какими-то наградами. Всегда теплые слова слышно. В органах внутренних дел Юрий Лебедев уже 10 лет. За его плечами работа в отделе вневедомственной охраны и в патрульно-постовой службе. Младший лейтенант признается, иногда не обходится без неприятных моментов. Сложности, они на любой работе присутствуют. Но здесь, конечно, часто сталкиваешься с непониманием водителей, с грубостью, хамством. Хотелось бы, чтобы этого было поменьше, чтобы водители относились с пониманием. Инспектора тоже такие же люди. Напряженный график – нестандартные ситуации. Заступая на смену, инспектор не знает, что принесет ему новый день. Но в любую погоду он, как и тысячи других правоохранителей, выполняет работу по обеспечению безопасности своих сограждан. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Безопасность детей на дорогах требует особого внимания. За 10 месяцев этого года на территории Выборгского района произошло более 20 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В них различные травмы получили 28 детей. К счастью, погибших не было. В настоящее время местный отдел ГИБДД на дорогах города и района проводит профилактическое мероприятие «Внимание, дети». Сотрудниками государственной автоинспекции проводятся сплошные проверки водителей на предмет неправильной перевозки несовершеннолетних. Также особое внимание уделяется пешеходам, правилам перехода проезжей части. Дети также нарушают правила перехода проезжей части. Поэтому родителям хотелось бы напомнить о том, что надо постоянно разговаривать с детьми о том, как вести себя вблизи проезжей части при переходе дороги, что обязательно надо убедиться в безопасности своего перехода. С начала года около 500 водителей в Выборгском районе были привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей, чаще всего за отсутствие в машине удерживающего устройства. А ведь правильное использование детского автокресла, говорят инспекторы, в случае аварии реально может спасти жизнь ребенка и в десятки раз снижает серьезность травм. В антитопе и нарушение со стороны пешеходов. За 10 месяцев более 1300 протоколов составлено на граждан за пренебрежение правилами при пересечении проезжей части. В связи с тем, что маленькие пешеходы, несовершеннолетние пешеходы, пассажиры или водители велосипедов маленькие наши не всегда могут правильно оценить дорожно-транспортную обстановку, просьба водителей вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений, местах массового скопления людей, детей, детских площадок быть более внимательными, снижать скоростной режим и обязательно предоставлять преимущество в движении пешеходов. Снизить скорость водителям необходимо и с приходом холодов. В ночные часы из-за минусовых температур дорога покрывается тонкой ледяной коркой. Из-за неблагоприятных метеоусловий рост числа серьезных ДТП был отмечен в минувшие выходные. Так только за воскресенье произошло 11 аварий, в которых 4 человека пострадали, а один погиб. Между тем, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Некоммерческая организация «Национальные приоритеты» совместно с МВД и Минпросвещение России проводит онлайн-олимпиаду для школьников на знании основ безопасного поведения на дорогах. Принять в ней участие предлагается как детям, так и родителям на платформе учи.ру. Проверить свои знания ПДД можно до 19 ноября. Коронавирус не отступает. Цифры по заболеваемости то ненамного снижаются, то вновь ползут вверх. В Выборгском районе ежедневно фиксируется более 40 заболевших. И это только те, чей диагноз официально подтвержден. Врачи не устают повторять, что единственный способ стабилизировать ситуацию – это вакцинация граждан. Особое беспокойство у медиков вызывают люди старшего поколения, у которых, как правило, уже имеется целый букет заболеваний. Выборгская межрайонная больница предлагает пожилым людям обезопасить себя и привиться от коронавируса. Для этого не нужно идти в поликлинику и стоять в очереди. Достаточно предварительно записаться и 16 октября с 10 до 12 часов подойти в Совет ветеранов на Ленинградский проспект 2. Перед тем, как сделать прививку, вас осмотрит врач-терапевт. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис УМС. Предварительная запись на вакцинацию будет вестись в пятницу 12 ноября с 10 до 13 часов по телефону 3-0-0-93. В одном из хозяйств Волосовского района в Ленобласти обнаружен очаг оспы, коз и овец. Это первый случай заболевания мелкого рогатого скота в Ленобласти. Опасным вирусом при контакте с животными могут заразиться и люди. Чтобы избежать распространения заболевания, 60 овец уничтожили. После проведения карантинных мероприятий поголовье было умертвлено бескровным способом и уничтожено сжиганием. На территории карантинного очага проведена тотальная дезинфекция, дезинфекция и диортизация. В настоящее время выставлен ветеринарно-полицейский пост для пресечения самовоза и вывоза возможных катаминированных объектов и скота. Меры по предупреждению распространения этой особо опасной болезни в Выборгском районе обсудили накануне на противоэпизиотической комиссии. Как сообщил Александр Русских, в регионе проводится вакцинация всех – овец и коз. Сотрудники станции по борьбе с болезнями животных уточнили количество фермерских хозяйств Выборгского района, занимающихся разведением этих животных. В общей сложности в районе насчитывается около 3300 голов мелкого рогатого скота. Делать прививки начали с крупных хозяйств, и на данный момент около третьей поголовья уже вакцинировано. Фермеры понимают необходимость вакцинации, отмечают ветеринары и охотно прививают животных. Процедура бесплатная. Кроме того, с февраля меняются ветеринарные правила, касающиеся оспы, коз и овец. Больные животные из-за широкого распространения вируса по России будут подлежать уничтожению. Дело в том, что лечение слишком дорого, практически невозможно обеспечить должную изоляцию больных особей, а мясо и молоко после антибиотиков в продажу не допускается. Александр Русских напомнил, что ввоз мелкого рогатого скота из неблагополучных полоспи территорий, например, с Северного Капказа из Московской и Псковской областей, строго запрещен. В связи с этим комиссия приняла решение просить содействия ГИБДД в отслеживании перемещения скота. Кроме того, в помощь фермерам на ветеринарной станции в Выборге организована работа «Горячие линии». Елена Березовская, Валерий Пресижнюк, Медиагруппа «Наш город». До конца переписи осталось не так много дней. Напомним, что она должна была состояться еще в прошлом году. Но из-за неблагополучной ситуации с COVID-19 пришлось установить новые сроки. С 15 октября по 14 ноября. Идет всероссийская перепись населения. Комфортная и безопасная. Мы решили пройтись по некоторым стационарным участкам города Выборга и узнать у контролеров, как проходит перепись в нашем городе. Первая точка – Клуб Балтика. Это участок под номером 18. Он работает без перерывов даже в выходные дни. Контролеры напоминают, что принять участие в переписи могут и те, кто прописан в другом городе. Регистрация Выборги для этого не обязательно. Наш участок включается в старый город. Крепостная, прогонная, Северный вал, Южный вал. Мы стационарный участок и ждем переписчиков, которые боятся пускать к себе домой. Либо на госуслугах тоже не могут зарегистрироваться. Поэтому приходите. Мы вас ждем. Работаем мы с 9 утра до 7 вечера. На базе детского сада номер 35, который находится на улице Горной, 16, расположились сразу два стационарных пункта. Здесь нам рассказали, что принять участие в переписи можно даже по телефону. Номера, которые нужно для этого набрать, вы видите на экране. Сотрудники детского сада привлечены к работе контролеров во время переписи. Переписные участки здесь работают с 10 до 19 часов вечера. На данный этап, наверное, основная часть уже переписана, население. Население не остается равнодушным и принимает в этом участие. Далее мы заглянули в клуб молодой семьи «Ясень» на Ленинградском шоссе 49. Чтобы попасть внутрь, нужно набрать код домофона 104. По словам контролера, на участок люди приходят, но не так много, как хотелось бы. Однако Евгения Мандельштам время впустую не тратила и первым делом переписала здесь всю свою большую семью. Их шесть человек. В необычных случаях вроде не было. Люди приходят, многие не знают еще о том, что здесь есть переписной участок, но так подходят, переписываются. Кто-то проходит мимо, видит объявление, тоже заходит, переписывается здесь. Здесь нет личных вопросов, здесь даже не обязательно указывать свое имя, можно представиться любым именем. Поэтому просьба быть более лояльными к переписчикам. Участие в переписи не займет у вас много времени, но в итоге повлияет на жизнь всей страны. Полный список адресов стационарных участков, расположенных в Выборге, вы можете найти на нашем сайте выборг.тв. Мы лично убедились, что в переписных пунктах все подготовлено и жителей там очень ждут. Галина Давыдова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Мир сказок способен очаровать и ребенка, и взрослого. К сокровищам мирового народного творчества ученики 2-го Б школы номер 13 приобщаются на уроках по литературному чтению. А на переменках могут вместе со своим учителем поговорить, например, о том, как яркие образы сказочных персонажей помогают увидеть в повседневности добро, правду и справедливость. Но как только звенит звонок, все бегут на свои места. Сегодня у школьников необычный урок. Их любимая Татьяна Олеговна участвует в окружном этапе конкурса «Учитель года» в номинации молодых специалистов «Педагогические надежды». Всегда нравилось, как сказать, учить детей, ну и основываясь, конечно, своего первого учителя. Конечно, мы будем основываться на современной методе обучения, потому что, так как у нас современная молодежь, им более интересно будет это дидактические игры. Работа с текстом не просто чтения, а именно работа углубленной с текстом. На этом уроке дети познакомились с литературным произведением Ганса Христиана Андерсона «Пятеро из одного стручка». И перед разбором сказки повторили то, что изучали на прошлом уроке. На прошлом уроке мы ознакомились с разделом «Мескак». Хорошо, правильно, молодцы. Вот у нас на доске есть структура сказки, но мне кажется, она неправильна. Да? Да. Пожалуйста, кто может расставить правильно? Ярослав. На открытом занятии присутствует специальная комиссия, которая оценивает работу учителя. Эксперты отмечают, что нужно провести качественный урок, не уходя от темы, и, самое главное, он должен дать ощутимый результат. При этом у каждого участника может быть свой подход. Руководство 13-й школы в своем конкурсанте уверено на все 100%. Профессиональные качества сотрудника директора образовательного учреждения разглядела еще тогда, когда Татьяна Егорова была студенткой. Я присутствовала в прошлом году на защите диплома у выпускников педагогического колледжа, видела своего потенциального работника на этом мероприятии. Поэтому я считаю, что это очень талантливый педагог, у которого большое будущее. И сегодня перед ней первая ступенька, которую, я думаю, она с честью преодолеет и пойдет дальше в этом конкурсе. Школы Выборгского района условно разделены на пять округов. Победители окружных этапов проходят в муниципальный, где, как правило, учителям предлагаются творческие задания, которые помогут глубже раскрыть их профессионализм. Этот конкурс профессионального мастерства важен и для учителя, и для школы. Во-первых, он повышает самооценку учителя, дает ему опыт, неоценимый опыт работы. Учитель смотрится на себя немножко со стороны. Для всего педагогического сообщества это большой праздник, честно вам скажу, потому что это праздник учителя. Уважение к его труду, уважение к его заслугам, уважение к его умениям. Итоги окружного этапа конкурса «Учитель года» будут подведены до конца этой недели, а уже со следующей стартует муниципальный этап. Калина Давыдова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Прочитать глазами целую поэму о древнем замке, домах и башнях предлагают жителям и гостям нашего города. В главном корпусе Выборгского замка открылась выставка о памяти Виталия Тамбовцева. Он родился в 1930 году в Ленинграде. За свою жизнь оформил и прииллюстрировал несколько десятков детских книг. Участвовал более чем в 400 выставках. Работы, написанные на выборгскую тематику, привез сын художника. Это линогравюры и акварели, виды Выборга, очень много разных узнаваемых ракурсов. Вы все их обязательно узнаете. У вас они обязательно где-то есть в фотогалерее телефона. Это старый город, вид замка, костел Гиацинта, часовая площадь. Прекраснейшие работы, живые. Кто-то называет их серьезными, народическими. Мы же видим Выборг на этих работах очень солнечным, приятным и очень уютным. Историко-архитектурные памятники Выборга на холстах Виталия Тамбовцева полны жизни. Здесь, конечно, есть знаменитый замок, башня ратуши. В необычно ярких тонах изображен дом на крепостной улице, где предположительно останавливался великий полководец Александр Суворов. Посетители выставки отмечают внимательность к деталям, присущий автору индивидуальный стиль и образность. А вот что говорит о работах своего отца Леонид Тамбовцев. Они добрые, мягкие, лиричные. Мы жили в однокомнатной квартире, и все это было на моих глазах. Вставал он работал, ложился спать он работал. Ну и, естественно, я начинал делать то, что там. Иногда работы отца и сына даже путают. И не из-за одинаковой фамилии. Коллеги считают, что похож именно художественный почерк. Леонид Тамбовцев тоже стал художником. А как же иначе? Мне очень нравится, что моих родственников выставляют, что они пишут картины очень красивые. Мне нравятся они. Большое спасибо, что эту выставку открыли. Потому что это замечательно видеть работы Виталия вот здесь, везде. И мы прошлись по Выборгу перед тем, как прийти сюда. И видели, ну как это сказать, видели воочию все те места, которые здесь нарисуют. То есть мы еще прошли и посмотрели. Это было так здорово. Посетить экспозицию работ Виталия Тамбовцева можно при наличии сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, ПЦР-теста или медотвода. Выставка будет открыта в Выборгском замке до середины декабря. Единственной маме на свете посвятят юные выборжцы свои стихи, рассказы и рисунки. Конкурс детского художественного и литературного творчества объявили сотрудники библиотеки «Алта» и Выборгского дворца творчества. Мероприятие уже стало традиционным и проходит в пятый раз для ребят в возрасте до 14 лет. Вариантов, как выразить свою любовь к самому важному человеку на Земле, несколько. Одна из этих номинаций «Милой мамочке портрет» – это рисунки, портреты мамы. Вторая номинация – это вот какая мама, эссе, сочинения, стихи о маме. И третья номинация – это мама из книжки. Ребенок может рассказать о прочитанной книге, в которой говорится о маме. Обязательное условие для участия – быть читателем библиотеки «Алта» или воспитанником дворца творчества. Рисунки необходимо оформить в паспарту и на табличке указать данные автора. Рассказы, эссе и стихи не более одной печатной страницы формата А4. Работы принимают до 22 ноября во Дворце творчества, а итоги конкурса подведут уже в библиотеке «Алта». На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город. Новости по-выборски» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг.тв в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова